Чувашия и провинция Сычуань сделали очередной шаг навстречу друг другу. После подписания соглашения на заседании форума Волга Янзды, который проходил в Самаре, китайские бизнесмены приехали в республику с рабочим визитом. Потенциальные инвесторы осматривали территории, на которых им предстоит воплощать проекты и строить предприятия. О чем договорились партнеры, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Еще тогда, в Самаре, на форуме двух рек, после подписания соглашения между Чувашией и провинцией Сычуань, их руководители договорились о том, что китайские бизнесмены посетят республику с рабочим визитом. Уже спустя неделю гости из страны восходящего солнца встречаются с властями региона за столом переговоров. Обе стороны настроены на то, что наведенные мосты дружбы будут только крепнуть. Первый шаг был сделан год назад. Именно тогда главы субъектов Поволжья познакомились с провинциями Китая. Сейчас настало время воплощать в реальность конкретные проекты. Мы сюда приехали, у нас осталось очень хорошее впечатление. И мы будем стимулировать, и как можно быстрее начинается сотрудничество. В первую очередь китайские инвесторы планируют сотрудничать в сфере сельского хозяйства. Пока договариваются о том, что в Мариинском посаде возможно построить ферму под корму крупного рогатого скота. А на окраине цивильский инновационный тепличный комплекс. Для бизнесменов из страны восходящего солнца в Чувашии намерены создать комфортные условия. Наша задача, конечно, это требует определенных юридических рассмотрений и требует времени. Но я думаю, что в этом году мы должны создать предприятие и начинать двигаться. В состав деловой миссии из Китая вошли представители Юго-Западного института строительства. Компании из провинции Сычуань могут реализовать в республике проекты по возведению коммерческого жилья. Но планируют зарубежные инвесторы принять участие в реконструкции Московского моста. Они уже провели встречи с чебоксарскими экспертами. Между тем налаживают связи и учебные заведения обеих стран. Сразу два университета Чувашии подписали соглашение с вузами Китая. Теперь страну восходящего солнца студенты будут посещать намного чаще. А в будущем в республике планируют открытие кафедры по изучению китайского языка. Продолжатся и гастроли артистов из Поднебесной. Страна восходящего солнца такого интереса к Чувашии не проявляла никогда. Но теперь, когда оба государства укрепили свои отношения на самом высшем уровне, российские регионы и провинции Китая начинают строить совместные планы. 24 июня в республике со своими концертами выступали артисты из провинции Аньхой. И уже не первый раз в этом году в Чувашию приезжают официальные делегации из Китая. Следующим шагом должно стать реализация совместных проектов. И вновь Чувашия подписывает соглашение с провинцией Сычуань. В этот раз о реализации конкретного проекта. В республике будет создан агропромышленный парк. В ближайшие годы китайские инвесторы намерены приступить к строительству трубного завода и производству по глубокой переработке древесины. Но возможно, что появятся и новые задумки. В этом году в Чувашию посетит еще одна делегация с провинции Сычуань. Митрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.